Прогрессивная налоговая шкала на доходы физических лиц – важный фактор эффективного функционированной экономики, а не только способ обеспечения социальной справедливости. Почему? Выскажу свои соображения. В какой-либо гипотетически изолированной от внешнего мира экономики при определенной величине прогрессивного налога общее количество произведенных товаров-услуг будет равно общему количеству купленных товаров-услуг. При снижении максимальной ставки налога будет возникать перепроизводство товара, при повышении будет возникать дефицит товара. До повсеместного появления социал-демократических партий наблюдались повторяющиеся кризисы, связанные с перепроизводством товаров и услуг. И только по мере усиления влияния социал-демократических партий и прихода их к власти происходило повышение максимальной ставки налога, что приводило к сбалансированности производства и потребления. При чрезмерном повышении максимальной ставки налога наблюдался дефицит товаров, что в результате приводило к приходу к власти партий право толка. И такой динамический процесс обеспечивал бескризисное развитие замкнутой экономики. Если же по каким-то причинам открывается более закрытая, менее развитая соседняя экономика, то товары из более развитой экономики продаются в менее развитую. Перепроизводство товаров в более развитой экономике не наблюдается, и, следовательно, можно снижать максимальную ставку налога. И даже если в более развитой экономике по какой-то причине приходит к власти партия социал-демократического толка, она не может повышать максимальную ставку налога, так как населению, более развитой страны, выгодно такое налогообложение. Но всему приходит конец, и перепроизводство товаров уже не равновешивается спросом в богатой экономике, несмотря на поставку товаров в менее развитую экономику, что и происходило в экономике США от президента Рейгана до президента Буша-младшего. Так что, господа американцы, повышайте максимальную ставку НДФЛ, и это даст положительные результаты восстановления американской экономики. Это, конечно, недостаточные, но необходимые условия вашего благополучия.